Блин, слушайте, это уже даже не серьезно, но с каждой серии, ну, последних три, начинается просто с какой-то мемной вставки, где какая-то невероятная история про то, как блогеру, который снимает этот мод, было прям очень плохо до серии, и сейчас было опять очень плохо. Прям, слушайте, напрашивается мем вот на фоне этого скриншота, знаете ли, из разряда, ну, типа, сверхмассивная черная дыра, которая вот с левой стороны, и типа, это вообще фигня полная, как бы, ну, не страшно, и вот, вот эта дырка, вот это реально страшно, потому что там снизу полный пиздец, и я не знаю, что с ним делать, это, это, нет слов, нет слов, одни эмоции. Так, ох, бляха, сейчас мы все фаланги все сломаем нахрен, пока будем проходить этот потрясающее подземелье Стрелка. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найт Гвард, это, ребята, НЛС-7, это, собственно говоря, восьмая серия, что уже, в принципе, я это беру каждую серию, но на самом деле до сих пор, как бы, чудо не проходит, это невидимое, что происходит, как бы, я до сих пор пыкчу в НЛС-7, все-таки, видите, как бы, сохранение, где хочешь, оно немножечко облегчает тебе жизнь, то есть даже я могу, в принципе, запотеть, и как бы пройти, если бы сохранялся только у костров и лампочек, я бы давно уже просто выкинул нахренком в окно и пристал бы играть, но негатив оставили, небольшой, так сказать, такой краткий экскурс того, что произошло, ну, перед началом этой серии. Я переиграл со старта, на самом деле, у меня опять тут чувак, который бежал, собственно говоря, нас ввел с территории НИИшки, мол, типа, военные, нашел брата сталкера херачить, он опять попал на малию, его, как бы, расхерачило просто там сопли, кости и кишки размотало. Я воевал один, а в этот раз справился немножко получше, то есть там даже нашел я одну аптечку, прям, прям нормально было. С военными постарался, так сказать, крота спас, что по итогу можно сказать. Я взял с собой сейчас свой белый костюмчик, вроде как у него есть противогаз, сейчас буду его нацеплять на себя, чтобы идти тут, потому что здесь какая-то непонятная отравленная зоба, от которой ты нахрен умираешь, если нет противогаза. Поэтому сейчас мне смотреть, если не поможет даже сейчас этот белый костюм, то, ну, у нас один вариант выбираться на поверхность, идти сейчас, получается, к этому, к прапору, давать ему огнеметы и идти в бар, потому что какие еще у нас расклады, тогда их просто нету, ну, как бы, все по-честному. Относительно, ребята, собственно, решек подсказок, огнеметов и всего остального, два момента. Спасибо за комментарий, я просто в шоке, там, что-то 150 на предыдущей серии, это какой-то, блядь, абсолютный рекорд, я не знаю, там, MLG, все дела, вы просто лучшие. Так вот, подсказки были две самые важные. Первое, по огнемету, теперь мне точно сказали, что огнемет будет нужен не здесь, а в Х-18, типа, как бы, храни огнемет до Х-18, там, типа, я так понимаю, будет какой-то, ну, замес с какими-то тварями, то ли это уж кунук какой-то хера, то ли что-то такое, их нужно будет выжигать, ну, пачками, и, как бы, будет немножко попроще мне. Это, кстати, было очень смешно, потому что, когда люди написали эту подсказку, многие написали, мол, Херли, ты спалеришь, мы хотели увидеть, как, сука, он пойдет в Х-18, у него будет гореть жопа, и, как бы, ну, тут, блин, вот, вот она, да, как говорится, жизнь блогера, тебе беда ненависти, буквально один шаг. Это я понял. И второй подсказочек был еще более важный, но его бы чуть пораньше бы дали, было бы вообще шикарно. Оказывается, можно подложить под того чистонебовца на кордоне, собственно говоря, баллон, взорвать нахрен баллон, и он единственный персонаж из квестовых, сюжетных в игре, кто умирает от взрыва баллона, то есть это вроде как разработчики такие ради прикола продумали. Он поэтому так многое требует за тот квест сраный, типа, 300 патронов, ему там СВТ-ху давали, калаш, два артефакта, ну, типа, ебало, у него треснет от таких ценностей. Так вот, можно его подорвать и забрать у него нахрен, собственно говоря, этот ствол, отдать его тем бандосам на свалке, и, а по поводу, собственно говоря, прохода на болото, вроде можно узнать у Сидера после этого, мол, так и так, этот парень сдох, нам нужен проход, короче, вот так. Все, на этом я заканчиваю налог, впереди просто адский пиздец, как будто значок Up Production, знаете, вот, прямо сейчас перед нами, так впереди сейчас будут не новости модификаций, а новости распидоривания нашего очка, седалища и... Ладно, поехали, так, первостепенно. Что я сделал? Это не то, это не то! Подожди, 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 а на какую нацепляется это... Я забыл, подожди, я забыл, ребята, подождите. На какую надевается противоказа? Я нахера скинул там, блядь, рюкзак? Это что за пиздец был? Так, 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 перевязка, использую запечку. Я просто пользовался один раз только этой маской. А, 7, 7, 7, все, я понял. Чипируй. Так, все, я в масочке. Здравствуй, товарищ Бодя Буржуй. Пустой. Так, киселечек, здорово. Вроде пока что не погибаем. Бля, фонарик не заправил. Сука. Где фонарик? А где батарейка? Была же батар... Бля, это, походу, не там. Была же батарейка, не обманывайте меня. У меня была батарейка. Так, 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 так. Так, калаш ТОС, лапок до хера, кошачий глаз, по которому их не буду, батарейка использовать. А ну-ка, ооо, все, пошла, пошла цвета палитра. Ебать, ну здравствуйте, товарищи бандосики, я готов с вами ебашиться. Бля, клин поймал, сука. Ну калаш не целый, но нашел хотя бы такой. Уже, уже неплохо. Так, минус одного положили, да? Пацанчики, везде? Бочка красная, она взрывается, сто процентов. Красиво. Бля, не сдохли, не сдохли, ребята, не сдохли. А-а-а, какие же он клины ловит. Вообще, конечно, можно поиграться с ТОЗом, но дистанция такая же, там сейчас на время вылечил 5, и все, и мы обосремся. Не вижу больше. Давай, давай, брат, жми, 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 давай на эту... Сюда, сюда, выходи. На прострел. Сразу голова, 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 голова. Что, блядь? Он что, на ходу там хилялся, что ли, я не понимаю? Просто насрать, какой-то, не знаю, бетонный парень попался. Так, давай, 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 давай. Ты шла тебе в рот! Или куда там ты это говорил, я не знаю. Ну? Братишка. Просто, вот это, вот это был Жбанецкий. Просто охеренный Жбанецкий. Так. Давай, 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 блядь. Еще и при смерти, так сказать, выстрелы. Блядь, после каждого трех патронов, перезаряжаясь, там 100 патронов, стояло было, по-моему, 57, так что не так много у нас боезапаса. Что-то так стрёмно спускаться. Что-то, конечно, шальная пуля мне в ебасосину, и я уезжаю. О-оп-па! Это же первый дробыш. Тихо! Тихо! А-а-а-а! Так, а-а-а-а! Как, что? Сысли, я не проверил слева, там же никого не было, или он просто как спаун всосался в бетонную стену? Чё? Так, а где он был-то, подожди? Тут никого нету! Сысли, его родилась стена, что ли? Блядь, да... Пиздец! Я не хочу туда идти, отступаем, отступаем! Юних, Юних, блядь! Э-э-э, сейчас-сейчас-сейчас, момент-момент-момент-момент настал, а-э-э... Вот чё-чё, в игре, кстати, бинтов дохерища. Бинты чуть ли не в каждом трупе, но... Вот стоит, да, так сказать, захотеть аптечку, и просто идёшь нахер вместе со своей аптечкой. Блядь, ребята, давайте вы будете меня сами поджимать. Чё-то я не хочу кому-нибудь, там нихера не видно. Вот, ну... Ну вот вообще ничего не видно. Ну, по-братски. Блядь, ладно, ладно, перебежки, перебежки, перебежки. Сразу смотрим слева, слева. Тут калаш, никого нету. Сука, вот не дай бог, он сейчас здесь за бочкой родится. Я буду в шоке. Поджим, слева смотрим. О! Нога была! Ствол заклинил! О! 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 Чуть-чуть! Чуть-чуть! Ебать, что происходит там? Бочка, тащи, блядь! Ебе... Иши случай... Ушёл? Блядь, как же его клинит? Блядь, где мой тос? Тозик, тозик, брат, давай, давай, брат. Родной, родной, красивый. Мы заряжены? Блядь, или я просто без патронов? Подожди, это очень важно. Это-это-это-это я, походу, без патронов. Где? Где дробь? Нет, он заряжен, он заряжен, всё, ебай, готов ебашиться. Дедушкин тос! Против бандитов, ебать. Счёт по нолям, бля, катаем шары. Куда все, сука, делись? Блядь, да оно не может... Да оно не может быть! Да что ты? Типа это последний был? Блядь, эта труба торчит. Да я не поверю. Да сука, да оно... А, ну, слушайте, может быть. Ладно. Ладно, так и быть. Я поверю тебе, предатель. Опа, у него ремнобор, свыводочка. Антирак... Вот это какие-то, блядь, это элитный бандит какой-то. Сука, я так и знал. Попал же! Блядь! А чё так... Ээээ... Знаете, если бы это была игра престолов, там есть такие фракции, там, не знаю, драконорождённый, там, я не знаю, там, блядь, хладнокровный, чебурека съеденный. Вот эти ребята были бы бетонно-стеновыходящие. Я не знаю, откуда они рожаются. Ну, то есть, я, ну, либо варик один, нет, там я слышал аномалию, то есть, то есть, с того прохода, либо, я не знаю, я не знаю. Возможно, они реально рожаются прям со стены, то есть, ну, вот у стены есть влагалище, и оттуда прям бандиты выходят. То есть, это даже не бандиты, это, это группировка вагайна, вот, я не знаю, какие ещё могут быть варианты. Так, я знаю, что ты там. Я просто это знаю. Опа! Что? Пошла драка! Так, подождите, так, подождите, я не понимаю, стоп, подождите, что, что, вопросы, вопросы, questions, questions. Как? Как с полуметра, даже если бы попал бы, блядь, в рюкзак, в спину, сука, там, вот, даже если там лежит, не знаю, вот, предположим, он там таскает с собой, блядь, не, не знаю, дверь, блядь, от КамАЗа, вот, в рюкзаке. С полуметра? Часть дроби бы пробила эту дверь, часть бы разорвала ему шею, руки, плечи, он бы вздох. Как? Тихо! Ну, это уже не шутки, слушайте, если бы он выжил, я бы был просто в шоке. Кстати, по-моему, он не ластой был, а слышал шоки-то шаги. Ладно, аккуратненько, сейчас этих... Так он с аптечкой! А, ну тогда понятно, это рейд-босс был, это, блядь, это Рагнарос, ребята, тут всё понятно, если с аптечкой, блядь, такие, вот, я говорю, на 20... Военных такой один был с аптечкой, всё, аптечка, это, это рейд-босс. С артефактом, ёпа-мать. Ну, кстати, артефакты что-то вот с этой локации потеряли немножко ценность. Ну, правда. А, нет, это хороший, это, это, блядь, на четвёрочку, это прям, это, да, это наш клиент. В том плане, что раньше я думал, что артефакты в МЛС-7 будут чем-то таким, прям, ну, найдёшь, блядь, и золотишься. Ну, потому что они стоили там хорошие 20 тысяч, а тут только 20 тысяч это пиздец. Да, там, подмосковье. Вот. Ну, это, я же говорил, что ещё один есть. Ну, я тут уже истории рассказываю про артефакты, ну, мужик, ну, чё-то, ну... Я просто не знаю уже, откуда они могут появляться, только один... Это как бы, ну, это, это экстрасенсорика, ребята, экстрасенсорика, как бы, наше всё. Я надеюсь, что это был последним, потому что я задолбался, я хочу... НИХЕРАСЬ! А, это кольцо или у него палец просто там, блядь, побелел? Хуя блатной с колечком, блядь, тут у него и колбаса, и деньги, слушайте, это какие-то... Это какая-то элитная группировка бандитов в натуре. Так. То есть, тогда забираем здесь артефакты. Я надеюсь, что это был последний, я затрахался с ними уже воевать. Я, кажется, понимаю, что лучше бандиты, чем снизу кровосос будет сейчас. А он там, по идее, должен быть в любом случае. Так, артефакты забираем. Слишком много умираем на квадратный метр, но... Бляха, как-то так получается. Не знаю, как так, но так получается. Сейчас нам сразу провести некоторые провизии, потому что там явно будут сейчас лишние шмотки, которые нам нахер не всрались. Ломаем. Бывает в этих ящиках что-то ценное, типа аптечки, но так редко, что слов нет. Но бывает. Так, а у этого паренька что было? А, ну, сойдет. Мелочи, привет. Так, я не знаю, есть там еще ребята или нет. Фонарик пока потушим, чтобы не всирать. Сейчас быстренько, репровизия. Что у нас там, так сказать, излишнего? Проверяем. Калашинский. Это что? Это стоит какое-то говно. Поломанное. Выложите его нахрен. Тоже поломанное. По состоянию это очень плохое. Тоже я не буду брать его с собой. Два АКСУ. Я их просто выкидываю. Я знаю, там можно пособирать. Какому-то там еременю петушку. Что-то отдать. Потом их там получить. Это деньги. Но что-то пока что для этого нет времени. Я не знаю. Идем пока, как говорится, по квесту. Доберемся до бара, найдемся нормальный костюм. Типа нормальным свесом. Тогда уже буду собирать всякие штучки-дрючки. А пока, как говорится, впыхти им так. Так, ПДАшки есть у нас тут открытые. Наверное, не самое лучшее время этим заниматься. Нет, в очко. Не самое лучшее время, правда. Так. Чисто. Я категорически не хочу идти туда сейчас той дорогой. Ну, то есть, если там куча, товарищ Кровосось, это проблема. Можно ли пройти здесь? По-моему, эта аномалия работает только с той стороны в эту. На выход. Так, ладно. Блин, перегрузка что-то ни с того ни с сего. Не знаю, прям, начал плохо бегать. Вроде артфакт стоит. Что у нас по весу там? Прям сильно поджало или что? А, ну 47 на 39, тебе здорово. Как бы да. Блин, а выкидывать-то особо и нечего. Что я тут подобрал? 0.25, 0.10.50, патроны, колбаска. Блин, я не знаю. Ладно, пока, наверное, попыхтим. Ну, кстати, батарейка и грави реально довольно долго держат. Я с ней хожу. Тоже вторую локацию. То есть, он не умирает. Я думаю, сейчас я его надену и как бы и все. И пиздец. Через 2 минуты он будет уже в непригодности. Так, что у нас здесь? Ну, теперь основное оружие опять ТОС. Сейчас не до калаша будет. Что это, блядь, скрипит? Там еще где-то Кроджи просил найти ему его ПДА. Что-то на выходе со стороны военных. Я помню. Я помню, кротецкий. Не переживай. Так. Туда начинается передача под названием Сдохни или умри, блядь. Может, грену поставить сейчас себе в разгрузку? Но, подожди, она стоит у меня? Так, 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 так. Не то, не то, не то. Я путаюсь в этих кнопках, блядь. Единственное, что я пока заучил, что F2 это аптечка. Но это ладно. Так. Да, вот так, наверное, поставлю. Ну, поехали. Аааа! Да как так-то? Сука! А че у меня душит до сих пор? В смысле, я не трогал тебя? Че за херня? Я не... Аааа... Так а здесь пройти в принципе нельзя, я так понимаю, да? Тут нет ни контролеров, ни хрена. Но я, кстати, прошел непонятно как. А ну, подождите. Это было крайне странно, но я прошел. А костюм сильно сломался? Или костюм уже просто, блядь, в непригодности двойной? До сих пор капаю. Еще бинтуйся! Не знаю, сколько это правильно Просто у меня бинтиков дохера, мне не жалко Даже аптечка есть сейчас лишняя У меня, кстати, здоровье не побоялось ни на секунду Оно почему-то все равно стопроцентным отображается Непонятно, почему так Походу, нужно было идти именно по аномалии Там, сверху Я не знаю, что я пошел здесь Ну, ебну ты, ебну ты, ребят Ну, что не поделаешь? Ну, артефактов я здесь не вижу Артефакты, бля Закатай губеху, тут бы выжить Уже было бы неплохо А еще какие-то нычки есть, может быть Или тут вообще, типа, иди нахер Кстати, я так и посмотрел, насколько вообще Может быть мне это было, ну, как бы не очень качественно В плане костюма, сейчас там костюм просто в дрападан вообще Его разорвало к херам собачьим Он в состоянии костюма А нет Он живой Бля, ну тогда пойдем дальше просто Че нам обходить-то, раз уж мы здесь прошли Ну, по аномалии, ну Вот так получилось Бля, кровоточка до сих пор висит маленькая Но, сука, висит Мне это напрягает Сними ее нахрен Было 9 бинтов, все просрал Вот, а теперь я в полном здравии Так Там кто-то уже теребит ящики Я надеюсь, это военно Ни хера Опа Ты епамать, спецназ Да откуда ж вы такие жесткие-то Я чувствую себя просто ничтожеством Эта игра не для удовольствия А для того, чтобы почувствовать Сколько это никчемен на фоне Блядь, пиксели Это комп Почему он так жестко по мне выдал По-моему, вторым попал четко в ебало Но я не уверен, что он сдох Потому что он там полная амуниция Сфера М2 Берил Он ни хера не сдох Вот я поэтому решил перестраховаться Все, я понял Тут надо быть прям вообще максимально аккуратным сейчас Получается, с той стороны тоже будут военные И на винтовой лезть тоже будут военные Это, это, это архи херово Мы здесь надолго Пиздец Брат, что у тебя было? Обшарим тело Так, а калаш, где твой калаш выпавший? Э! Сука, у тебя калаш был в руках Пиздюк, ты куда его заныкал? Ох, бляха Не видно на проходе никого Мне бы еще ту дистанцию обшарить Потому что там что-то может быть на самом-то деле Хочу пойти сейчас заглянуть по-быстрому Или здесь прям закрыт на фулл проход Бляааа Можно без обжигающих ванночек? Спасибо Блядь, перегруз Он начал бесить Потому что я на протяжении где-то часа Играл, ну, в полном здраве То есть просто Если бы я оставил сейчас свой огнемет где-нибудь Так, как он мне здесь пока что не нужен Было бы все шикарно На минус 5 килограмм я сейчас чувствую себя просто охуенно Бегал бы как терминатор и все Но теперь-то мне некуда его выложить Надо сейчас все это дело уже сделать И потом уже что-то думать А еще надо не забыть про дезертиров где-то на локации Там на каком-то болотце Что-то типа с них надо бы спросить Короче, много всего надо будет сделать А я, блин, полез уже в пекло Кстати, это ж если я вылезу на территории военных Я бы не хотел с ними со всеми ебашиться, честно говоря Что-то сейчас об этом подумал Прямо что как-то стремно стало Я про военных, которые будут на территории самой НИИшки Я сначала подумал, что на Торе силуэт Сука, это был реально бакетный Так, слушайте, давайте все-таки я начну прямую эту штуку Потому что мне это не нравится Блядь, пошла вторая батарейка отрезаться уже Опа Ебать, ну Стало виднее, да, я понял Нам стало гораздо виднее Слушайте, наверное, для этого мне эту штуку и давали, скорее всего Да в смысле ты, блядь, не умер, скоро Бляха Пиздец, я просто не вижу ничего дальше метра Охуенный фонарик Десять ебаных из десяти При этом я их даже слышать перестал А они там есть Блядь, клин Быстрее, 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 брат, быстрее Так Хорошо, хорошо, хорошо По-моему, остался последний, блядь, нету патриков Нету патриков Сука Ты заряжен или нет? Хер его знает Выходит? Близко, очень близко Блядь, я его даже не вижу, пиздец Сука, неужели обходит? Блядь Так, 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 так Нормально, он заряжен, хорошо Хорошо Хорошо, он здесь? Блядь, ну куда ты пошел? Ну чувак Какой нахуй в обход? Ты же не бандит Ты че, блядь Обходишь меня как шелупонь, что ли? Где-то слева орет Я готов Наверное, я готов Не знаю На троечку Пиздец Просто Спокойно Как же очкова-то Я не успею уйти, да? Скорее все, нет Или успею? Ебать, заползу угол Непонятно как Просто набрально-волевых Окей Окей, 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 окей Все хорошо Хорошо, его не работает Блядь, как же он меня потушил Я ничего не вижу, блядь Какой-то бетон, 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 бетон Тихо, тихо Да быстрее Бинто скидай Сейчас же, блядь, зальемся за секунду Сука Давай, давай, брат Давай, давай Не все потеряно Еще можем успеть Готов Да как ты, блядь, не умираешь? Что за приколы у вас? Пиздец Ебаные кудесники Я не знаю Маги, чародеи Охуевшие в края Просто Единороги, блядь Чи да, чи нет Я не знаю Все, не все Записка, хуиска, блядь Что за записка? Блядь, письма, блядь Милый, мне так трудно без тебя, блядь А мне без него, блядь Вот как бы было бы просто охуенно Вот он от тебя ушел Без пульс от меня тоже уходит, блядь Урод Так, калаши Хоть бы один нормальный был у кого-нибудь Всех, блядь Поломанная какая-то дресня Невозможно стрелять, блядь Просто ломается за секунду Что за состояние? Нормально Говнище Подожди Этот вообще, блядь, непригодный для жизни Пиздец Так, я на стрёме тебе Я еще не готов расслабляться Я не верю этим Цацкам-ацацкам Которые мне рассказывают Чаще могут ребята сверху подойти, блядь Причем вообще на изи могут подойти Короче Так, вроде разгребли, да? Еще какая-то записка, блядь У всех, у всех записки Все такие типа душевные, классные ребята А на самом деле Вообще не очень, пацаны Ты нахера его поставил Верни мой ТОС Короче Облицовываю ситуацию Полная жесть О, ни хера Аптечка армейская Пришлось выкручить гамму на максимум Потому что Я знаю, что это читы Встроенные в игру, грубо говоря Технические читы Но по-другому Здесь, здесь, короче Фишка в чем Выпиваешь этот сраный Как его там, блядь Этот аэрозоль Ну, который для глаза Кошачий глаз И если ты умираешь Время этого сейва Ну, то есть Когда зашел уже Когда выпил его Он исчезает потом То есть ты заходишь Он не работает, блядь А тут Я не знаю, зачем Разработчики так сделали Но не видно ни хера То есть ты врубаешь фонарик И дальше метро Не то, что силуэты Или плохо видно Не видно ничего Ну, то есть Вообще Я не знаю Как, что Типа фонарик как будто есть И как будто его, блядь, нету Не знаю Фонарик, блядь, Шрёдингер Это полный фарш Так, вроде справились Я переигрывал Реально раз 25 Вот без рофлов Причем я говорю У меня есть какое-то подозрение Что здесь были некие телепорты Правда То есть Ты смотришь в левую сторону Там у тебя впереди Метров Ну, 25 пространства Ты видишь его, да? Так, за поворотом И там нету никого Ты подходишь на левую сторону Чтобы, типа, осмотреться Это, ну, секунды две И тебя уже спину шмаляет чувак То есть Откуда ты только что отвернулся Как это работает Я не знаю Но такое чувство Что реально они телепортовались Типа, когда они заходят Чтобы с двух сторон Они сразу телепортовались Это пиздец Так, ладно Пошли в тайник Откуда перегрузы Не понимаешь Что за пиздец У меня что-то лишнее подобрало Я что-то хапнул Потому что подобрал костюм Калаш Ебать Тут просто еды 52 килограмма Откуда вы взялись? Батончики по 100 грамм хлеба Ёпа мать Ладно, сейчас разберемся Так, полезли Кажется, я помню, куда попасть В смысле? Там телепорт стоит? Что? Воспоминания Не понял сейчас этот момент Не понял А что-то в ПДАшке появилось? Подожди, план, журнал Воспоминания О тайнике стрелка Мне кажется, я припомню Как попасть внутрь Внутрь Где-то здесь в подземелье Есть аномалия Которая может перенести Прямо внутрь тайника Но ведь эта аномалия Находится в месте Где кончается труба Только обязательно Нужно артефакт иметь Активированный на поясе Бенгальский огонь Что ли? Так, где кончается труба Это-то-то картинка Где-то должно быть, что ли? Типа за бочкой слева Но это дальше проход Скорее всего Потому что я вижу Где военные находились Так, но бенгальский огонь у нас есть Это не проблема Благо это у нас имеется Я понабрал пару штучек Вроде бы у нас есть бенгальский Но подожди, давайте посмотрим сейчас Рюкзак Если там, конечно, военные кончатся Вот в чем еще вопрос Да-да-да-да-да-да Все есть Так, ну пошли тогда потихонечку Блядь, может это калаш выкинуть не значит Надо что-то выкинуть, блядь Это-это-это слишком Давай схаваем одну колбасу Сейчас, наверное, которые прям А, это в хорошем состоянии Это в плохом состоянии Неплохая Консервы заебись Колбаски хорошо Блин, выкидывает особо нечего Водка вроде тут тоже дорогостоящая Куда? Блядь, кстати, откуда вес взялся? Что-то я не врубаюсь Было 42 килограмм Когда я заходил Стало 52, блин Калаш взял на 343 Но, блин, это не то вообще А, я ПДАшик понабрал 15 штук, а не по 300 грамм Мне бы вот эти, которые поломанные, повыкидывать, наверное, слушайте Которые прям вообще, да Скорее всего, так 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 Подожди, а какой как... Стоп, я нажимаю выкинуть, я же выкидываю Нет, ты выкинул только один Не понял Я выкинул поломанный, интересно? Если я выкинул хороший Опа Они еще все поломанные, что ли? Прямо, почему он не выкидывается, я нажимаю, он не выкидывает, зараза Ладно, потом разберемся Пошли к той трубе Потрясающей Ну, вроде как тихо стало Возможно, военный закончится, хотя я в это не верю Скорее всего, они есть там дальше Блядь, ну перегруз теперь, конечно Теперь я не смогу вообще нормально идти, сука Я начну с этого гореть Так, ладно, калаш Нахер Может сейчас немножко полегчает Это 10 килограмм перегруза 7 гранат, тоже пиздец Но такие это полезные ресурсы Мне не хотелось бы выкидывать просто так, типа Надо бы хотя бы положить на будущее Вдруг че, как смогу подобрать Где кончается труба Но если ничего не путаю Это где-то здесь А ну, еще раз смотрим Воспоминания Подъем наверх И высирающая труба Да, по-моему, это дальше Высирающая труба Это первая Вторая находится дальше Там, где проход уже с винтушки Да, сейчас с винтушки Если там военные Это пиздец Это фарш будет вообще полный А я калашка раскрынул А че, че меня так душит-то Алло Алло Тут какая-то химоза Типа гораздо более жесткая, чем Была до этого, что ли Да, конечно, они там есть Они живые Но это пиздец Это, это, я не знаю, как проходить Я не вижу ни черта Просто работаем на ощупь Я не знаю, какие-то еще могут варианты В этом месте Просто их нету Я просто Ничего Не вижу Вообще Типа маску Ты не можешь почистить Снять ты ее Не можешь Здесь какая-то херня Какая-то, не знаю, блядь Малофья, блядь Просто наебальники Сука, я надеюсь, что это все Тут было два военных Я как-то их положил Аккуратненько И все на этом Вроде больше движения здесь не вижу Хотя Я в принципе не очень-то здесь вижу Вот в чем беда, блядь Что сломалось Не знаю То ли у него сломались ноги То ли руки То ли хуйбами Ничего у него сломалось Насрать, иди в жопу Так, 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 так Хорошо, взяли Кстати, сейчас подумал А что было бы Если бы Со мной не было бы Бенгальского огня Ну, то есть На поясе Я бы не смог Типа сейчас его активировать И войти в тайник стрелка То есть Ну, как бы Разработчики об этом Типа не думали Ты должен Некоторые вещи Предугадывать Или что Или как Это, блядь Вообще работает Так, вот Это вроде бы То самое место Да Прям по карикатуре По рисунку Это прям оно Где-то слева от него Даже ведь какая-то Аномалия Охуевшая Так, ну давайте Пробуем сейчас Типа пояс Контейнер Вроде бы Это же Бенгалыч Или это не Бенгалыч Так Так, это же Бенгальский огонь Это вспы А, это вспышка Блядь Так Может на нет Нихера Сейчас О-о-о-о-о-о Блядь Я надеюсь Вот это Бенгальский огонь Потому что Если нет То у нас проблема Фух Это снимаем Это цепляем Теперь я перегружен Еще больше Чем до этого Соактивирован Бенгальским огнем Так что было ли показалось еще раз считаем четко что было написано в педы и журнал спинания мне кажется на какой из внутрь где-то здесь подземелья с аномалия которая может принести прямо внутри этого находится вместе где-то включается труба только обязательно нужно артефакт иметь кончается труба а вот там наверху вы залезть я перегружен так что честно не смогу нормально прыгать я уже блять устал ох нервы конечно были просто сожжены нахрен так не наебнуться туда вниз вижу вижу вот она вот она да все она активировалась ой ребята нам это стоило столько сил я-то вот на полном серьезе я буду звонить в организацию объединенных сталкеров требовать косарь лайков просто можем я фуру разгрузить давай заползай брат давай просто что если не было что-то рейки не будет английского огня что-то да типа плакать что маму звать я могу статье бенгалыч уже снять или сейчас я не пустят внутри дальше что я не смогу сейчас просто а он блять сгорает посток ты туда заходишь охуенно минус артефакт опа это шо так это обратный выход что ли или чё ну добро пожаловать ребята мы с вами попали в знаменитый ебать мать его за ногу тайник стрелка нужно идти что-то интересненькое для нас эту информацию так вот на флешечка с файлами забираем какая-то флешка похоже давно уже валяется вряд ли можно считать на что на ней это чё за нахрен ты чё делаешь тайники аномалии какие-то так 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 подожди подождите я пока даже не говорить не буду я не знаю кто такой ни хера себе суши очень радист разъем костер и реально костер и сохранимся не зажилой что ли зажигай еще раз спички эти просраны да в смысле зажигайся сука блин да почему ты в жопу не лампы какая-то просроченная так ладно 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 мы только что подняли джишку или чё или отказалась она секунду автомат стрелка это не доктор только доктор и кабанда стрелка сдали дорогу ты кто я не помню кто меченый меня называй меченый голос твой не напоминает кого-то попадай дико поближе да и аж и так возле тебя ослеп что ли да и ослеп не вижу почти ничего какие-то серые пятна прости как же так угораздило так так ну ты знаешь такой стрелок сколько вопросов клык меня зовут или звали когда-то трое нас было безбашенных ловцов артефактов стрелок призрак и я прошлой жизни ходили в клуб зоны артефакты самые необычные ценные добывали я-то не часто в ходке ходил технические вопросы решал всякие они вдвоем аж до самого центра прорваться пытались старшим у нас стрелок был не зря его так звали боец был от бога с ним бы я не пропал что с ним случилось то то не знаю я вот и доктор все спрашивал я по одному поручению стрелка в чем на долину ходил и на обратном пути контролер меня взял помню только в голове зашумело и все пару месяцев назад меня доктор нашел сюда притащил сам-то я этого не помню это он доктор сказал потом когда в голове чуть прояснилось говорил что в чаще хотел сначала там берлога бы надежнее под присмотром был бы я но я на глазах плохе так что срочно нужно что-то решать вот потому что я приволок и то еле успел так вроде говорю так а что что ты сидишь то тебе же зоны убираться нужно докторам настоящим не могу я на поверхности меня сразу башню рвет излучение там какое-то для зомбящих мозгов очень чувствительное вот и сижу здесь доктор время от времени заходит жиротой приносит говорит временно я тут есть должен быть возможность оградиться от излучения и выяснить вернуть хотя бы на другое место ближе к нему куда-то вот надеюсь а иначе давно бы пулю в лоб пустил так 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 подожди а как тебе помочь нужно слышишь братан и я не знаю но если кто и сможет помочь то это наверно сахаров сахаров и кто-то из ученых ну да профессор глава научной экспедиции почти с самого момента возникновения зоны здесь обитает на янтаре в бункере у них база уж он то про зомби все должен знать их то она зомби там полно и я обязательно это выясни даже если он не знает все равно постараюсь помочь тебе не переживай спасибо буду надеяться так а что это за место мне кажется я его знаю это вряд ли здесь у нашей группы тайник был вон там слева знаменитый кола штрелка лежит с этим автоматом 11 первопроходцев сталкеров упал в аномалию сталкеров куски разорвало автомат неведом образом стал более скорострельным и точным это надежное место никто не мог сюда добраться и выйти можно очень легко и незаметно каким образом тут какая-то хитрая пространстве аномалия на артефакт откликается если например вон той двери встать активировать меня пенгальский огонь до тебя перебросит клок о выходе на поверхности доктор еще бракетар ты говорил я уж не помню пространственная аномалия доктор по ней наверное и заходит наверное я хоть не вижу но слышу появляются из ниоткуда нет нет и вдруг есть а чушать это не выберет через аномалию да говорил уже что можно бы в пещерку переместиться в туманную чащу но говорит не удержит мозг этого телепорты тоже довятки как-то хоть и не постоянно но сильно порой вот и не может пока или случай кого ждет ясно я бы посоветовал заменюрить лестницу растяжку поставить что ли я же попал сюда значится не так уж это и надежное место наверное ты прав так и сделаю слушай расскажи мне стрелки я чувствую он ключ моей памяти стрелок необычным был нет мира сего появился пару лет назад мы тогда с призраком на болото рассиживались после особо большого выброса сидим себе водку кушаем считаем хватит ли набранного хабара припасов пополнить тут в дверь вваливается он голос совсем глаза безумные я думал зомбака черного принесло а он выпьем по-русски чудно говорит не поймешь сразу откуда а что хотел и откуда на болото гол взялся сказал что телепортнулся откуда не стал говорить но явно издалека спросил какой сейчас год и кто может показать дорогу к монолиту а где он был чаще всего кто можно где он сейчас чаще всего чаще всего он был центру зоны был искал путь к монолиту в баре надо хабар сбрасывал радар исследовал искал необычные телепорты чутье на них у него было искатель в общем вот если бы ты призрака нашел тут много со стрелком общался я так подай принеси ты говоришь в трэм глубины ходили до центра зоны прорывались а как туда же нет прямой дороги не к самому центру не ходили я уж точно я говорю в глубь зоны ходили но ты прав прямой дороги туда нету это стрелок все к центру стремился какие-то там свои идеи у него были а может и призрак с ним трудно не сейчас среточиться и точно вспомнить слушай я тут у тебя койку хаврок оставлю оставляй мне тут оно ни к чему только ты это гадостей кой не оставь мне и без этого ты не очень но ты понимаешь не гадость не оставлю а значит соприглядишь на прислушаю скорее но слух у меня паука собью вон на в ящике поскладывай свое добро и может бутылочка водочки а то доктор не носит у меня нутро все как шаркой обдает бутылочку за пригляд меньше беспокойства у тебя а да есть вот возьми благодарствую а за добро не переживай до суда не сунется тихо тихо это 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 я братан так поторговаться нельзя слушайте я немножечко в шоке это это клык как бы еще тут еще можно сказать да в принципе особо ты ничего не скажешь я не знаю что добавить я просто в шоке так батарейка вроде счетная была уничтожить пользу фонарик сел уже опять ни хера как завернуть здесь сюжет слушайте но это интересно то есть здесь клык клык типа не дееспособен нас он не узнал потому что он ослеп слева следует него ящик куда можешь послать лишнее добро нас флешка появилась который можно просчитать и есть выход через на аномалию сказал что разные артефакты в разные точки закидывают я бы не хотел просто так артефакты сжигать но можно посмотреть бенгалыч у меня больше нету поэтому как бы ну вот как то так то есть каждый заходит сюда это минус бенгалыч получается там она мог только через телепорт нужно заходить по-другому никак но аномалия видна то есть она сейчас активирована возможно потому что не сломать мясо висит а ну интересно если я сниму ломать мясо она будет видна она все равно видно то есть на просто сейчас можно методом тыка по сохраняться по заходить по активировать куда на перебрасывания в киточки было бы довольно забавно так по лишним шмоткам тут может сейчас кинуть я так поняла сюда еще не раз-два вернемся если доктора видим то постараемся как-то помочь может пока сюда огнемет скинуть и ладно уже раз взялся собственно буду потаскаться с ним до конца да мне даже скидать особо нечего прям такого что плютого я даже не знаю собачьи хвосты кошачьи хвосты рука зомби но это все имеет вес кстати игра нет рука зомби нужно было по крафту это я ставлю хвосты оставлю так хлебушка можно бы скинуть пару гранат можно по скидывать но это на вес особо не играет роли вот в чем прикол самый большой час напряг у меня есть из всего того что есть это идет со стороны артефактов вот этот ебучий кейс весит сейчас просто целую тонну мне в срочном порядке сейчас нужно я не знаю учиться вопреки всем сюжетам просто бы вышел пошел нахрен отдал этот огнемет не знаю может ли потом получить обратно уж как-то в аренду и пошел бы с этим огнеметом точнее сдал бы пошел бы в бар потому что ну это пиздец то слишком много она прям прилично весит и как бы нихера ничего не поделаешь ну то есть но это правда вот это бы все лишнее поскидывать закрепиться нормальным костюмом как бы только после этого идти куда-то дальше там не знаю к военным по этим костюм нашину но не реал будет я предлагаю эту серию что досталось нам сделать нужно будет где-то возле лестницы найти пда для крота я так понимаю это за на того чтобы нас мотивировать ходить ту сторону скорее всего с той стороны вот опять же скрипт контролер и гад у нас есть вроде как справиться можно кучу попытаться сделать не знаю получится ли нет но там вроде как бы да по подземке вроде бы больше ничего не осталось из интересного ну вроде как то есть чисто надо будет найти пда а а после этого я не знаю куда идти вроде как надо пообщаться с дезертирами на болотце вроде как нужно у военных выкрасть кейс иначе без него не придет какой сюжет от сидора я вот не знаю может ли там кто-то под добру по здорову типа выторговать этот кейс вряд ли то есть придется именно прямо воевать а я с военными вот я воевал с 10 людьми здесь в подземке это был пиздец просто прям смачный пиздец я бы хотел с ним сейчас зарубаться ним для начала реально пар попасть короче буду мозговать плюс надо потестировать куда-то телепорт переносит с разными артефактами чем я наверное займусь вне серии на этом пока все всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем удачки пока пока